К нам присоединяется ОАЗу Нантой, депутат парламента Республики Молдова. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Итак, 1 августа в Молдове официально началась президентская предвыборная кампания. Понятно, что она является очень важной и для действующей власти, для партнеров Молдовы на Западе. Понятно, что и Кремль постарается вмешаться в эти выборы. И вот многие аналитики пишут, что Майя Санду является безусловным лидером. И вот вопрос только в том, победит она в первом туре или во втором. Скажите, а что Санду предлагает своим избирателям? На что делает главные акценты и как вообще выстраивает кампанию? Для начала я хотел бы уточнить, ситуация значительно сложнее, чем просто президентские выборы. Во-первых, 20 октября вместе с президентскими выборами должен состояться референдум о включении в Конституции Республики Молдова европейской перспективы. И когда мы говорим о политических процессах в Республике Молдова и о планах Кремля, мы ни на минуту не забываем о том, что президент Молдовы имеет достаточно символические полномочия. И второй этап борьбы за будущее Молдовы, за ее суверенитет и за ее европейскую перспективу развернется в следующем году, когда будут в Молдове парламентские выборы. Но сегодня Майя Санду подчеркнуто дистанцируется от избирательных, от президентской, скажем так, кампании. По той простой причине, что и гражданское общество, и политические партии проевропейские, все силы брошены на проведение референдума. Потому что Кремль сейчас атакует две цели. Первая цель – это, конечно, Майя Санду. И против нее развернута оголтелая кампания. Ее имя пытается связать с планами развязать войну против России, ни больше, ни меньше. Как будто бы в Молдове никто не видел географические карты с тех пор, как живет. Ее обвиняют в том, что она хочет затащить Молдову в НАТО, что она ведет Молдову по украинскому сценарию, то она деньги бедных пенсионеров тратит на милитаризацию Молдовы и так далее. Поэтому одна из главных целей Кремля – это Майя Санду. А вторая цель Кремля – это референдум. И когда мы видим, что 15 человек, 15 граждан Молдовы заявили о своих планах участвовать в президентских выборах, то, как есть такая знаменитая фраза «Маска, я тебя знаю». Те кандидаты, которые выступают против референдума, против европейской перспективы или выступают за бойкот референдума, это однозначно… Я вынужден применять такую терминологию, но другая не подходит. Это агентура Кремля. И о, собственно, президентской кампании мы начнем говорить после 20 августа, когда начнется официальное выдвижение кандидатов, когда будут регистрироваться инициативные группы по сбору подписей. И те кандидаты, которые представят в Центральную избирательную комиссию от 15 до 25 тысяч подписей в свою поддержку, их эти подписи будут рассматриваться в Центральной избирательной комиссии. И тогда мы увидим окончательный список кандидатов и сможем с большей определенностью говорить о том, как может развиваться избирательная кампания и какие шансы у Кремля и у молдавского общества. Я лично считаю, что у Майя Санды нет конкурентов. То, что когда смотришь на список тех лиц, которые заявили о своих претензиях на президентство, то просто отороп берет. Но, тем не менее, мы видим, что Кремль развязал оголтелую агрессивную кампанию и всеми средствами пытается посеять в обществе страх, неуверенность. Последний опрос, например, социологический продемонстрировал, что около 20% граждан Молдова считают, что вступление в Евросоюз обязательно предусматривает и вступление в НАТО. А вступление в НАТО в нашем обществе, к сожалению, на протяжении десятилетий является страшилкой. И наши сограждане хотят задумываться, как реально можно обеспечить безопасность Республики Молдова. Но, тем не менее, я говорю, эта пропаганда дает свой эффект. И борьба будет за референдум, за то, чтобы Майя Санду убедительно победила. Хочу подчеркнуть, что опросы, которые проводятся в Республике Молдова, они не учитывают голоса диаспоры. Да, наша диаспора неоднократно демонстрировала леса мобилизованности и солидарности. Люди удивляли всех в странах проживания, как можно часами под дождем детьми стоять в очереди. Но мы сейчас не можем знать, как 20 октября активно поведет себя диаспора. Но, тем не менее, для нас самое главное удержать политические процессы в рамках правового государства, не допустить дестабилизации. И есть все основания считать, что и референдум у нас удастся, и Майя Санду победит. Но это все с прицелом на 2025 год. Потому что Кремль усиленно, так сказать, продвигает некоторых своих агентов уже не первый год, раскручивая их именно в перспективе парламентских выборов, понимая, что никто не может из них серьезно конкурировать с Майей Санду в этом 2024 году. Скажите, ну вот такое пророссийское объединение «Победа», мы помним, у них и съезд вообще был в Москве, да? И вот они избрали своим кандидатом Василия Боля. И вот в своей предвыборной программе он предлагал Молдове восстановление отношений с Россией, с СНГ, вступление в БРИКС, еще обещал дешевый газ. Ну вот 7 августа ЦИК Молдовы не зарегистрировал его политическую силу для участия в выборах. Скажите, а что теперь вот эти вот пророссийские силы могут предпринять, да? Какие еще действия? Или у них еще есть какие-то кандидаты? Дело в том, что, я повторюсь, 20 августа начнется этап выдвижения кандидатов. Молдавское законодательство предусматривает возможность выдвижения независимых кандидатов. А, то есть он может пойти как независимый еще, да? Бывший генеральный прокурор Александр Стояногла заявил, что он независимый кандидат, но в то же время имел неосторожность появиться рядом с Игорем Дадоном и, на мой взгляд, тем самым похоронил свои шансы быть независимым кандидатом в восприятии молдавского общества. Поэтому нам остается немного подождать, осталось всего ничего и посмотрим, как будут разворачиваться события. Что до того, что говорит Василий Боля, он, конечно, мужчиновидный, но я могу только сказать, что он упал ниже Плинтуса вместе со своим блоком Победы, который является не оппозиционным, а является антигосударственным, который финансируется напрямую из Кремля. И только тот факт, что мы официально не находимся в состоянии какой-то там войны с Россией, они им позволяют прятаться за плюрализм мнений и так далее, и так далее, и нагло в открытую проводить антигосударственную политику Кремля в Республике Молдова. Но я многократно повторял на протяжении последних лет, что главным ресурсом для противостояния кремлевской пропаганде является солидарность граждан Республики Молдова, которые понимают, что означает европейская перспектива для Молдовы, что означает российская агрессия против Украины и риски для Республики Молдова, не говоря уже о том, что Россия является государством, которое оккупирует часть молдавской территории и нарушает собственные международные обязательства по эвакуации своей незаконной присутствия на территории Республики Молдова. Так что главное для нас это солидарность граждан, это мобилизация тех граждан, которые критически мыслят и не позволяют себя оболванивать путинской пропагандой. Ну вот как раз таки по поводу темы войны в Украине, да, вы об этом уже начали говорить. Эта тема присутствует во всех политических процессах в разных странах мира, на разных континентах. Мы видим, как и обязательно в дебатах даже сейчас президентских в Соединенных Штатах Америки, она обязательно и присутствовала, и будет присутствовать. А как много внимания этой теме уделяет в Молдове, да? Будут ли обсуждать, дебатируя кандидаты, поддержку Украины, солидарность Украине, и каждый ли кандидат в своей программе об этом будет говорить? Не будем, опять же, забегать вперед, потому что те кремлевские марионетки, которые заявили о своих амбициях, среди них есть депутаты парламента Молдовы, которые на протяжении последних двух лет, а точнее после 24 февраля 2022 года, не проголосовали, не поддержали ни одну резолюцию парламента Республики Молдова, посредством которых мы осуждали агрессию России против Украины, посредством которых мы осудили политику геноцида, проводимую Россией через депортацию украинских детей, не осудили голодомор в Украине. Поэтому эта линия демаркации у нас очень глубокая, и я даже не могу себе представить предвыборные дебаты между такими кандидатами, которые откровенно проводят кремлевскую повестку. Повестка войны у нас в Молдове имеет свою специфику. Я повторюсь, кремлевская агентура оголтела, нагло и агрессивно обвиняет Майю Санду в том, что она ведет Молдову по украинскому сценарию, что она ведет Молдову к войне с Россией, богатое воображение в людей. И они пытаются, эта кремлевская агентура, пытается спровоцировать в обществе страх. Поэтому для Майя Санду, я считаю, важно будет найти позитивную повестку дня, которая мобилизует молдавское общество. А проблема войны, отношения к войне с Украиной, я не думаю, что у нас в Молдове будет на первом плане. Особенно в ситуации, когда Молдова на протяжении лет, давайте не будем забывать, что Молдова была на стороне Украины, не только в разные сложные моменты. И гражданское общество в Молдове осуждало и аннексию Крыма, и так далее. И в этой ситуации Майя Санду, она всегда была на стороне воюющей Украины. Республика Молдова на международном уровне всегда была рядом с Украиной. Но электоральная избирательная кампания будет иметь свою специфику, о которой проще будет говорить, когда она, собственно говоря, начнется. Потому что я сказал, что Майя Санду, президент страны, осознанно дистанцируется от своего позиционирования как будущего кандидата, потому что сейчас все силы сконцентрированы на мобилизацию общества для успешного проведения референдума. А когда она уже будет зарегистрирована, тогда уже, конечно, будет легче судить о том, с чем каждый кандидат приходит к избирателю. И вот, что касается референдума, коммунисты и социалисты уже призывают своих сторонников бойкотировать его. Партии Шора начали кампанию против вступления в ЕС. Вот вы говорили, да, кричат, что Евросоюз видит в Молдове площадку для каких-то социальных, военных экспериментов. Скажите, а получается ли бороться с такими кремлевскими нарративами? Как противостоять вот таким фейкам? Уточнение. Партия Шор не существует. Она запрещена решением Конституционного суда. Нет, партии, которые вошли в этот блок победы. Это демензованная преступная группировка, которая обслуживает интересы Кремля. Антигосударственную политику проводит. В этой ситуации я могу сказать, что мы не можем похвастаться таким единением мнений, как в Северной Корее. Есть процент в нашем обществе, к сожалению, его игнорировать нельзя, которые поддаются на эту пропаганду, на эти манипуляции. Я уже говорил, что те же социологические опросы, которые недавно были опубликованы, говорят, где-то около 20% просто воспроизводят кальку путинской пропаганды в своей ментальности. Это наши реалии. Это нельзя изменить в одночасье или за три года, сколько партия действий, солидарность находится у власти. Это проблема, которая накапливалась десятилетиями. Могу только сказать, что, например, много разговоров про гагалужскую автономию. Закон о создании этой автономии был принят 23 декабря 1994 года. И с тех пор кишиневские власти практически ничего не делали для интеграции наших сограждан из этой автономии в молдавское общество. Ментальное, информационное. И только сейчас предпринимаются шаги в этом направлении. Но я повторяю, за год-два нельзя решить такие сложные, деликатные проблемы, для решения которых обычно требуется десятилетие последовательной политики. А их у нас не было в прошлом. Давайте поговорим, отвлечемся от темы выборов. На прошлой неделе стало известно, что одного из сотрудников посольства России в Молдове объявили персоной нон-граты. Радио «Свободы» сообщает, что речь идет о помощнике военного атташе Дмитрия Килове. И в ближайшее время он должен спаковать чемодан и вернуться домой. А есть ли какие-то подробности, за что его высылают? Это снова шпионаж и подрывная деятельность? Да, безусловно, в общественном мнении доминирует гипотеза, что это связано с задержанием, забыл, как по-русски должность возглавлял секретариат парламента Ион Крянг, которого сказали, что его задержали с поличным при передаче информации сотруднику российского посольства. И после этого последовало это решение о высылке российского псевдодипломата. В этом смысле мы давно уже шутим, что если исследовать принципу взаимности, то скоро в Молдавском посольстве послу придется исполнять обязанности и повара, и водителя. И он останется в гордом одиночестве с флагом Республики Молдова. Но таковы реалии. Приходится платить эту цену за избавление от псевдодипломатов, которые проводят напрямую подробную деятельность против Республики Молдова. И такой еще вопрос хотели с вами обсудить. Министерство энергетики Молдовы ввело в стране режим повышенной готовности, цитирую, в связи с риском перебоев поставок газа из-за военных действий в районе российского Курска. Скажите, да, что это означает? Потому что многие испугались. Ну, по сути, это просто, наверное, позволит властям сократить вот время принятия каких-то решений важных. Во-первых, мы все наблюдаем за тем, что происходит на линии фронта в Курской областях, в Сунжа и так далее, и так далее. И, с одной стороны, и без это расширения конфликта, или, точнее, украинского наступления на российской территории, было понятно, что в конце этого года транспортировка российского газа по этому направлению может прекратиться, и нужно и будет искать альтернативные решения, но не столько для правого берега, а для этой узкой полоской земли, которую мы называем Приднестровье, и которая на протяжении десятилетий спонсировалась путинским режимом посредством поставок бесплатного газа. Деликатность ситуации заключается в том, что из этого газа, в том числе, генерируется электрическая энергия на левом берегу, которую мы покупаем по стабильным и вменяемым ценам. В силу того, что предыдущие три десятилетия кишиневские власти были коррумпированными и шли на поводу Кремля, Молдова после 24 февраля 2022 года со всей остротой ощутила свою незащищенность в энергетической сфере. Посредством очень энергичных усилий нам удалось демонополизировать поставки газа на правый берег, но вот этот новый виток драмы на русско-украинском фронте, он, конечно, ставит вопросы на предмет возможности поставки российского газа в Приднестровье. И здесь нам нужно будет искать какие-то инструменты по той простой причине, что, а, коллапс на левом берегу никому не нужен, и никому его нужно избегать, социальный коллапс. И в то же время нужно будет решать вопрос с поставками электроэнергии. Поэтому молдавское правительство приняло это решение, которое, в общем-то, обеспечивает больше свободы и оперативности в принятии решений. Спасибо огромное. Спасибо за ваши комментарии и пояснения. Всегда рады видеть в нашем эфире. И зрителям напомню, что Оазу Нантои, депутат парламента Республики Молдова, был в эфире Фридема. Благодаря. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Фридем круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Фридем самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.